Телевизионная операционная. Понаблюдать за реальной операцией в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования могли учащиеся столичной 31-й школы. Вместе с ними там побывали и мои коллеги Юлия Важанина и Павел Иритков. Мы проверяем дыхание. Три элемента, которые мы проверяем. И всегда помню. Это вижу, то есть мы смотрим на движение грудной клетки, слышу, ухом слушаем дыхание и ощущаю. То есть с щечкой мы чувствуем весь дыхание. Определять в сознании человек или нет, делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание – тема этого мастер-класса «Оказание первой помощи утопающим». В столичной школе номер 31 уже много лет существуют медицинские классы. Многие лечебные учреждения проводят для старшеклассников показательные занятия. Одно из них – центр травматологии. Только в прошлом году более 80% выпускников выбрали медицинское направление. Это как раз и показатель того, что профильные классы – это правильное направление для выбора будущей профессии. В рамках программы профориентации школьники не только могут посещать мастер-классы, но и попасть на практику. Во время зимних или летних каникул они знакомятся на месте с работой медсестер, врачей, посещают операционные и стационары. Ребятам я сказал, что стать медиком – это очень сложно, особенно высококвалифицированным специалистом, высококвалифицированным врачом. И поэтому они должны быть четко убеждены в том, что выборная профессия – это действительно не просто их выбор, но, наверное, в какой-то степени и призвание. Поэтому чем раньше они познакомятся, как живут современные врачи, как обустроено современное лечебное учреждение, тем лучше они поймут, хотят ли они выбрать эту профессию или нет. На этот раз желающие присутствовали на операции по эндопротезированию тазобедренного сустава. Сейчас мы как раз будем заниматься тем, что протезируем. Вот так вот потом у нас будет выглядеть творога сустава приблизительно, это пока примерочный рашбит. Операция проводится при помощи компьютеров, и это очень здорово, потому что медицина развивается, и это видно даже невооруженным глазом. Очень ответственная работа, то есть на твоих плечах жизни другого человека и здоровья. Ну, все-таки больше плюсов, чем минусов, наверное. И профессию врача уважают во всем мире. Это очень перспективно. У Натальи Гоголевой вся семья биоинженеры, а девушка видит себя в роли врача. Я люблю помогать людям. В этом и заключается профессия врача. В этой профессии страшного ничего нет. Помогать людям – это дело хорошее. Единственное, что может быть там страшно – это плохие исходы различных операций. Пока одни школьники находились в операционной, остальные следили за ходом вмешательства онлайн через систему телемедицина. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова